В результате нацистского переворота, который всецело поддержан Западом, а отчасти им и организован, хотя есть, конечно, объективный фактор, чрезмерное воровство, украинское государство исчезло. Когда парламент начинает свою деятельность с растаптывания собственной конституции, продолжается в том же духе, является фиктивной структурой, государственности на Украине больше нет. В этой ситуации началось стихийное, в силу массового изъявления людей, не в силу усилий российской бюрократии, воссоединение с Россией. И Крым, с моей точки зрения, это первый эпизод этого воссоединения. Я хочу зафиксировать, я внимательно следил за официальной российской реакцией, но не было никаких агрессивных, так сказать, поползновений, в которых нас обвиняют. Мы столкнулись с информационной войной со стороны Запада, который этот организованный нацистский переворот всецело поддержал. Ну, есть такая традиция у немецкого государства. Что ж тут подержу? Это дает нам возможность очиститься от русских Януковичей. Это офшорная аристократия, которая работает на Запад в любых обстоятельствах. В этой ситуации четкое понимание, которое раньше немножко было заувалировано, сейчас оно приходит, что мы для Запада всегда будем виноваты. И даже если мы исчезли, мы все равно будем виноваты, просто потому, что когда-то существовали. Соответственно, мы свободны от каких бы то ни было обязательств перед Западом. Они выдуманы. Теперь, что касается Крыма. Нет ни одной нерешаемой проблемы, но нет ни одной проблемы, которая решится сама собой. Поэтому я очень надеюсь, что там одним из первых визитеров, кстати, страны России в Крыму, еще на раннем этапе был помощник Путина по экономике Андрей Ярович Белоусов, наш лучший макроэкономист. Я надеюсь, что эта работа уже ведется. Давайте не будем забывать, что Крым живет не с социальных пособий, не с пенсий. Он живет с туристов. 90 миллиардов рублей в год инвестиций в социальную сферу, инфраструктуру, которая сейчас просчитана, не учитывая того, что нам придется помогать, если провалится курортный сезон, частному бизнесу в Крыму. Просто потому, что нужно, чтобы люди жили относительно нормально. Собственно говоря, что мы вообще будем делать с Крымом? Есть четыре варианта. Самое страшное, это мы берем сегодняшнюю Россию со всеми пороками, с олигархами, с рейдерами, переносим ее в Крым, и через год все чешут затылки и спрашивают, а зачем вы это сделали? И мы тоже не можем ответить на этот вопрос. Второй вариант. Мы делаем в Крыму витрину. Это то, что сделал Саакашвили с грузинскими селами в Южной Осетии. Третий вариант. Мы делаем в Крыму центр прибыли. И те инвестиции, которые вкладываются сейчас, должны быть уже сейчас ориентированы на прибыльность. В условиях, когда закрывается Египет, в условиях, когда Сочи слишком дорог, есть возможность действительно зарабатывать деньги за счет курорта и при решении водной проблемы за счет сельского хозяйства. Крым может стать житницей России. Мы имеем возможность создать в Крыму модель для развития будущего России, включая технологический прогресс. Потому что в Крыму нет того, что блокирует развитие сегодня в России. Нет чудовищных монополий, нет чудовищной фронтальной бюрократии. Там есть, собственно, украинские проблемы, украинские пороки. Но мы имеем возможность в Крыму совместить то хорошее, что есть в украинской модели, с тем хорошим, что есть у нас. И создать не копию сегодняшней России, а образец будущей, завтрашней России, отработать модель, чтобы потом эту модель тиражировать по всей территории нашей страны.